Всех приветствую дорогие друзья на канале Тимоха Лайф. Сегодня вам хочу рассказать очень интересную настройку, а точнее несколько, о которых вы просто обалдеете. Так что досмотрите до конца это видео, не перелистывайте, не закрывайте его, реально оно вам станет полезным. Сегодня покажу как ускорить свой Android до неузнаваемости. После этого улучшится, во-первых, интерфейс на телефоне и начнут быстрее работать все игры. Знаю, вы игроманы, очень много у вас игрушек может на телефоне, напишите в что вы играете, будет интересно почитать. У меня всего-навсего одна игра на телефоне, вы не поверите. Погнали. Так вот, так же не будет тормозить и подвисать телефон, когда вы будете играть в игры. Вы сразу увидите изменения после активации этих настроек. Значит первое, что нужно сделать, это активируем режим разработчика. Для этого бежим, конечно же, в настройки телефона, дальше ищем пунктик о телефоне. И здесь по версии MIUI, ну у кого-то там может другая быть, тапаем 10 раз, пока не станем разработчиком. Мне напишет, как же проверить, как мы станем. Опять выходим полностью, опять заходим в настройки, спускаемся в самый низ. У нас такой пунктик будет, как расширенные настройки. И здесь нас интересует такой пункт для разработчиков. Все. То есть мы стали разработчиком. Мы красавцы. Следующее, что нам нужно сделать, это опять-таки полностью выйти. Вот так вот сделать. И зайти в настройки. У каждого здесь будет поиск. Я не буду бегать, потому что интерфейс андроида друг от дружки немножко отличается. Это неудобно. Мы просто будем воспользоваться вот этим вот пунктом, который называется поиск настроек. Мы сюда заходим в поиск настроек и пишем здесь такое слово маленькое. На У. Вот так вот. И нам выбивает, если на устройстве доступно несколько графических драйверов. Вот этот вот нас пункт и интересует. Мы на него кликаем и нас перебрасывает вот такое вот классное меню. Так вот, что же здесь за меню? Настройки графического драйвера, эти, вся визуализация телефона зависит от графических процессов. У каждой модели он разный. У кого-то мощнее, у кого-то слабее. Так вот, он работает у всех 90% пользователей не на полную. Представьте вот себе. То есть при установке любого приложения вы даете ему разрешение на все. Все права, то есть, да, чтобы оно корректно работало. Это нужно для того, чтобы установленное приложение или игра установилась полностью и не было у него никаких ограничений. У каждого приложения или игры есть свой драйвер. Он работает от своего драйвера, а не от системного, который находится в вашем чипе. Отсюда и идет подвисание и торможение вашего телефона. От системного драйвера телефона будет работать намного лучше. Вы должны найти приложение в списке, которое используете, или игры. Вот любую, смотрите. Видите, сколько здесь пошло приложений, да? Вот давайте Facebook, к примеру, займемся. И здесь выбираете их. И вам нужно переключить с драйвера по умолчанию на систематический. Вот, системный графический драйвер. То есть, мы его переключаем. У нас по умолчанию стоит. Так вот, когда мы переключили, пробежитесь по списку и поменяйте это. На всех играх это лучше сделать сразу. То есть, если у вас все игры, вы могли замечать, что они зависают, там подвисают. То есть, не на всех мощностях работает система. Следующий пункт, который вам нужно сделать. Ну, здесь мы пробежались, да, вот Google Play. Смотрите, сделали системный графический ключ из Instagram. То есть, мы улучшили. И приложения, во-первых, будут намного корректнее работать. То есть, будет по полной телефон заряжен. Я вам это говорю, потому что я этими настройками уже целую неделю пользуюсь. То есть, отсюда выходим, опять-таки заходим в настройки. Сейчас я выйду, ищем такой пункт, который называется питание и производительность. И здесь смотрим. Здесь у нас экономия энергии, ультраэкономия, да. То есть, очень много настроек различных, которые реально работают хорошо. Здесь спрятана еще одна скрытая настройка. Она влияет на производительность системы. Так вот, чтобы ее найти, вам понадобится следующее приложение, которое вы можете скачать абсолютно бесплатно с моего Telegram канала. Знаю, у многих оно уже установлено. Поднимите руки, у кого установлено. Красавцы. Запуск Activity. Activity Launcher. То есть, вам понадобится. У кого его еще нет, можете скачать или в Play Market, или у меня в Telegram канале. Просто зайти на Timoha Live, присоединиться, видосику сразу лайк. И здесь три точки, поиск. И пишем в поиске, конечно же, Activity Launcher. Нажимаем поиск. Сразу у нас выбивает Activity Launcher. Кто не знает, эта утилита запускает скрытые действия Activity установленных приложений и игры. И создает ролики для них на домашнем экране. То есть, это приложение дает полный доступ к скрытым настройкам, которые от вас спрятали разработчики. Загружаем приложение, у кого еще нет. Рассказываем об этом видосе полезным своим друзьям. И запускаем Activity Launcher. Здесь что нам нужно? Здесь очень много настроек, так что будьте внимательны и делайте все, что я вам покажу. Нам нужно в поиске, вот у нас лупа с правым верхним углом, просто написать производительность. Можно производ. Слово производительность. И здесь у нас будет вот такая вот батарейка. Первое. Питание и производительность. Нас интересует этот пункт. У нас здесь будет пункт батарея, питание и производительность. Кликаем по питанию и производительность. И здесь у нас будут настройки, которые мы должны сделать. Так вот. Нас интересует вот этот вот пункт. Видите, он включен сейчас. Адаптивный режим. Ограничить потребление энергии для редко использования приложений. Этот пункт, этот режим сам решает, когда процессору работать на полную катушку, а когда нет. То есть, он ограничивает работу процессора. Вот он захотел там, какая-то игра мощная, да. Ей нужно, чтобы полностью телефон был загружен. Ну, вам нужно, чтобы она корректно работала, не зависала, чтобы вас там не убивали в игре, или вы там в гонках участвуете. А он только дает из 8 ядер. То есть, работу только 2 ядер. Таким образом, 4 ядра полностью отдыхает. 6 ядер полностью отдыхает. Вот мы этот пунктик выключаем. И наш телефон реально оживет. Это у меня Poco X3 Pro. И он реально, я игры там тестировал, они были не на полную катушку работали. После активации вот этих вот настроек, реально телефон стал лучше работать, мощнее, быстрее. И производительность выросла в 2 раза. Не верите? Пробуйте. Друзья. Вот такое вот видео. Да, оно я затянул немножко. Но реально, я хотел вам по максимуму рассказать. Потому что многие пишут, почему ты так быстро рассказываешь? А другие пишут, почему ты так медленно рассказываешь? Можно уложиться было в 2 минуты? Нет, не можно было уложиться. Потому что люди должны получать конкретную информацию, максимально объяснять. А не просто сказал кяп-ляп, вы сделали и потом обижаетесь, что у вас не работает. Вот эти две настройки реально включены. Activity Launcher, он реально показывает все скрытые настройки. Вот эта вот настройка, ее очень тяжело найти. На некоторых телефонах вы ее вообще не сможете найти без этого Activity Launcher. Вот так вот. Вот так вот работает наш телефон. И реально, некоторые настройки реально скрыты. Я надеюсь, вам это видео станет полезным. Вы ее максимально поделитесь там в соцсетях своими друзьями. И, конечно же, бахните лайк. Знаю, вам не трудно. Мне будет приятно. Я буду видеть, что большая активность. И буду вам снимать ролики дальше все качественнее. С вами был Тимоха Лайф. До скорого. Люблю, целую. Кто смотрит меня, вы красавцы. До скорого.